Друзья, всем привет! В начале нашего видео хочу вам посоветовать нашего друга. Её зовут Людочка. Людочка ведёт активно свой Инстаграм. Ссылочка на Инстаграм Людочки будет в описании к этому видео. Заходите, подписывайтесь. У нас даже есть совместные видео, совместные фотки. Людочка живёт в Сердобске, в Доме ветеранов. Я думаю, кому будет интересно. Так что заходите. Вот здесь можно про неё прочитать. Всем привет! Я человек с ограниченными физическими возможностями. Живу в Доме ветеранов. Занимаюсь алмазной вышивкой. Рисую, иногда пою. Так что переходите, подписывайтесь. Ей просто не хватает общения. Ой, миленькая Реша. Реша застала меня видео монтировать с домом. Не хочет на себя брать монтаж домов. Всё на меня спихнуло. Значит, блин, монтаж домов, стройка домов. А, это... Чё? Тебе перемешивать нет или так? Кстати, тебе пишут, что мёд греть нельзя. Он становится ядовитым. В смысле, на водяной бане нельзя его греть? Не знаю, зайка. Ну, напиши прямо так спроси, на водяной бане нельзя греть, его разе. Ну, пусть напишут, мёд греть можно, нет? Сейчас ещё раз спросим, на водяной бане. Я тоже так думала, что нельзя. Ну, а Решан сегодня у нас кулинарит. Ну, как сказать, кулинарил? На кулинарил вчера ты, а я, это, кост накладу. Да, размешай хорошо, а потом... Да, я хорошо размешаю. Вообще тебе видно, нет? Я вообще днём в доме не люблю снимать, потому что сюда всё отсвечивает, и жалюзи нужны. Да, тогда тебе могут. Говоришь, дом тебе смонтировать? Ну, ща я смонтирую. Чё нам стоит дом смонтировать? Чё построить? Вот сейчас... Симпотиф, да. Симпотиф, да. Симпотиф. Симпотиф. Послежу за тобой. Ты же любишь за мной следить. Как поставить скрытую камеру. Камера стоит, не видно же, что снимает, не снимает. И мне всё кажется, что она не снимает. А как-то она снимает. Вот. Три тебе, четыре. Мне свежий, да? Тебе старый. Они оба свежие. Просто тебе нравится больше, который этот. Пробуем всё. Есть бывает такое. Что бывает людям, допустим, кому-то нравится чёрный хлеб, кому-то белый хлеб. И так же семьи два покупают сразу хлеба. Чего ты, блин? Я сразу, блин, начинаю переживать, что там... Паниковать. 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 Потому что, блин, ты это... Кого? Того самого. Может, кофту надо дёргивать? Ну, блин, я же это... Ты мне такое пузо отъела, так что это... Откормила, так сказать. Ну, а кто? Ах, это холодно. Угу. У нас сегодня суп. Так что всем приятного аппетита, кто кушает. Мы будем кушать суп. Пойдём работать дальше. Приятного аппетита. Вот так вот бывает. Ехали, ехали, вон. Кинул. Господи, ази. Ооо. Пусти. Нападык. Оо, сразу видно мужик за рулём. Я всё равно, девочка, как-то теряюсь. Не знаю. Я больше... Больше паники, как говорится. Да. Просто Рушан моё видео смотрел. Он говорит, настроение давно, говорит, так не поднималось. Да, особенно фраза, вот это мы сели. Он говорит, куда сели, в лужу. Ой, не могу. Вот. Едем в Паловскую, решили вот такими вот путями поехать. Здесь просто, блин, быстрее. Да, нифига, подобно. Когда грязи нету, да. Получается быстрее тут. Но зато здесь интереснее. Да какой интереснее, Рушан. Едешь, грязь летит. Стримал, поднимаешь, полный привод включаешь. Ооо, пашешь. Вот, а я не знала, что здесь можно. Я, вернее, знала, но не знала, как это включать. Ну, Рушан, ну, пожалуйста, просила же, потише. Блин, кидай. Еду тихо. Ну, сильно же кидают. Ты не чувствуешь, что ли? Вот видите, какая торговая психа. Поэтому я лишний раз не сажусь за руль. Это раз, а два. Тем более, там, габариты, к ним тоже надо привыкать. У меня-то была такая женская машина. Маленькая. Мне там было полегче. Я привыкла к своим габаритам. А потом этот танк села. Для меня как-то, ой, высоко. Неудобно, если честно. Привыкать, конечно, надо. Ну, да. Рушан, сколько раз говорила, поехали, давай, садись. Я не, 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 не в какую. Я тут пахну туда заставил. Ну, не то, что нужно, да. Ну, просто, не, я могу проехаться. Мы помнишь, по Казахстану ехали. Ты тоже устал. Говоришь, я больше не могу. А нам надо было побыстрее ехать. Ох, я села за руль. А что делать? Мы с Красинкой еще с Альбинкой ехали. Ого. Ну, вот. Едем, короче, по бездорожью. Не зря здесь никто не ездит. Вот мы сколько ездим здесь. У меня ни разу здесь кто-то не попадался. Ну, накатано, да? Видишь, кто-то. Может быть, это мы или накатали только? Ага, только мы. Только мы и накатали. Вот, смотри, вот здесь переключаешь. Вот, видишь, четыре, два. Нажимаешь тормоз. До конца зажимаешь. Включаешь на четверку. Буквально ждешь, пока лампочка загорится. И все, едешь на полном приводе. Всего лишь ничего. А потом были такие комментарии, типа, это что не снимала, когда ездила. Как одна рука руль держит, другая рука держит. Две даже ноги здесь работают. У меня в машине то одна работала. Я могла бы хотя бы в одну ногу камеру взять. В зубы. Нет, когда на автомате у тебя свободно. У тебя, во-первых, одна рука свободная. И это здесь, получается, ты коробку передачи не дергаешь. История. Да ладно, сейчас, смотри. Руж. О-о-о. Раз и все. Так, раз и все. Танки грязи, не боятся. Конечно. Морды две, да? Мордахи две, а? Чьи-то мордахи нас встречат. Вот мы сюда подъезжаем. Один там, где сетка сидит, в другой сетке. О-о-о. Патрик, Макс, ну, покажитесь. Ты мой зайка. Встречаешь? Макс? Макс, ты где? Макс? Ну, давай заглянем. Ой, посмотрите, что у нас происходит. И что это творится? Матрик. Эй. Давай я, потому что ты что-то калорий, что не делаешь. Пойдем в сторонке так. Похожу, поброжу. Ну, давай. Поквастайся. Да. Кстати, выбрали мы вот такую клеенку. Но я потом уже застелю ее на стол и покажу. Вот такая вот. Кто с нами в инстаграм, тот помогал нам. Спасибо огромное, кто больше проголосовал за эту клеенку. В инстаграме ее уже увидели. А вы вот только что увидели. Закупились мы лесом. Лесом. Опять лес, опять дрова, да? Да. Это для бани, которой нам не хватило. Тьфу, не хватило. Не хватило дров. Вот. Пойдем, самое интересное. А потом все уберешь. Ну, вон, сейчас переоденешься. Я пойду уже тоже надо. Самые главные свои эти покупки. Короче, закупились, а на 6 тысяч с лишним. Расширительный бак на 18 литров. Как он выглядит? До 180 квадратов. Ты вытащил нож. Я видела. Да? Красная бочка. Вот такая красная бочка. Теперь где эта красная бочка будет у нас висеть? В прибаннике. Ну, прикольно. Вот. В этом внутри там, короче, где арка такая. Вот такая красная бочка будет у нас висеть. Это расширительный бачок. Потом группа безопасности для отопления. Здесь манометы, которые будут давления. Потом клапан, который излишки выдает. И вот здесь тоже кран какой-то. Забыл, как называется. Ну, короче, эта группа такая. Здесь где-то был еще один клапан. Ну, здесь всякие эти. Вот еще один. Второй воздушный клапан идет. Получается, если давление в системе поднимается выше, он сбрасывает лишнее давление. Так что трубы у нас не взорвутся. Ну, и здесь все переходники, тройнички. Вон еще железок. Железок скупал. Да. Это для котла. Вот это же очень дорогие. Сколько много вот этих железов? Вот эти очень дорого стоят. Сейчас первоочередно буду их примерять, чтобы они подошли. Потому что если вдруг они не подойдут, надо будет их отменять. Потому что... А вон там в коробке что такое? Это коробка из-под этой, да. Вот так она была. Вот эта штука стоит в районе полутора тысячи. Где-то 1500 рублей стоит. И вот этот бачок расширительный тоже там в тысячу с лишним идет. Потому что я набирал, набирал, набирал. И вот там под итог сделали сумму. Так что вот такие у нас покупочки. Палок на 500 рублей. И маяк леденка. Ну все, в магазин мы не заезжали. Хотя надо было хлеб купить. Хлеб-то у нас нет. Вот как-то так вот. Я еще хотела сказать, а потом что-то это меня вырубать начало. Ты поможешь лепешечку на печенку? Да, что? Ну конечно. Мы сейчас и должны уже, знаешь, с такими твоими покупками на лепешечки переходить. В принципе как-то. Нормально. Да, переходим на лепешки. Надо так это... Так поступить. Это называется как бы... Начинается... Врубили режим подсос. Да, все, хватит. Теперь у нас... Я-то не знала. Мы же сперва заехали клеенку купили. Я не знала, что ты настолько наберешь у тебя, настолько вылезет материала. Ты же мне как сказал? Ну там горит тысяча. Я говорю, ну ладно. О, Рушан в бане вынес дверь. Зачем дверь вынес, Руш? А? А дверь зачем вынес? Ну он обнес. Это самый умный. Выгнали, главное. Это зашел обратно. У нас Патрик вообще чудо, честно. Все соседи это говорят. Он какой-то, говорит, чудной у вас. Отличается, говорит, от всех. Так, ну что, начнем. Вот с этого. Даже дальнейшем. Здесь у нас... Я не пускал вагонку по низу, потому что здесь снизу у нас вода будет периодически. И постоянно, скорее всего. Поэтому будет жалко, и вагонка может сгнить. Вот, менять. Ага. Вот такую доску. В принципе, ее несложно будет поменять в любой момент. Поэтому я взял обычную сосну. Вот. Ее отшлифовал. Вот. И пущу вот так нижний ряд. В принципе, снизу. Даже если она будет выделять смолу, это не страшно. Потому что это, во-первых, внизу. Никто на ней не сидит, не соприкасается. И плюс еще здесь решетка будет. Поэтому это как бы не страшно. Ну и плюс запах будет давать. Наверное, немножко хвойный. А поменять в будущем ее, говорю, начнет гнить. Но выкинула она недорогая. Ее раз поменял, и все. А вагонка осталась целая. Вот. Многие как бы по нижнему части, нижнюю часть пускают кафель. Либо, ну, в большинстве случаев, да, сначала ряд кафель, а потом уйдет вагонка. Но у нас вот так вот. Да, сзади он шуруповер, пожалуйста. Ходки здесь рабочие. Шуруповер. 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 Продолжение следует... 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 ты хочешь другие прилавки переделать ну конечно это все в процессе понимаешь что как лучшие вот эти которые сюда подпорки шли они должны были пойти вот сюда поэтому ну ладно завтра мы поедем в паловскую же поликлинику докупим а сейчас мы можем заложить их и даже сверх можем закладывать спокойно они снега низ пока нет потому что и нужно сюда опора вот сюда опору нам вот одна из старья конечно не худо делать не не надо парку подайте а следующая наша поиска краснодара она закончится надо будет вот сюда а не хватит потому что я планировал что две полки так раз два раз два а тут оказывается и так надо делать так у нас бывает это можно знаешь это можно обыграть можно здесь грубо говоря сделать полок а здесь вагонка пустить вот это такого да не некрасиво будет если делать то уже это нормально делать возьмем ничего страшного такие палки сколько не помню что мы вошлись 3000 но уже не на следующий месяц саша на следующий следующий месяц ну мы главное это сейчас соберем вот так 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 сделаем пока можно будет принципе уже париться рушан дождаться не мог он не может он еще полный блин черт дверь надо японский буха ну да да подожди ты все понемного не у всех так все быстро как ты хочешь хочешь хочется быстрее но хочется я понимаю на дырявая снизу вилла такая щель я это тряпки поставлю хороша давай это верный лежит отма кстати у нас он знаете уже по времени он спать уходит а этот нет это хулиган хулиган патриот хулиган да я им дала вкусняшек из германии которые нам присылали это надо было видеть там просто темно было я не могла снимать но до такой степени они друг друга любят улеглись вместе такое ощущение что они даже общаются у тебя чё вкусняшка да какого вкус такого такого-то у меня такого такого-то и лежат там на пару в лап взяли эти косточки грызут это вообще прелесть прям наблюдательными а теперь он лежит на эту лампочку глазеет она там моргает постоянно рядом а макс нет видите уже поздно он в это время все он в будке спит и макс очень сильно боится шума вот рушан включать на какой-то инструмент все он сразу бегать это тоже боится но не так как макс макс конечно прям сильно боится погладь его видишь пришел ты погладь пожилей такого засранца которого по которому с ним по всей площадке детской бегали за ним это тоже надо было видеть ох мы еще такие моменты не снимаем это просто что-то просто не до камер хочется самим по угорать но это надо было их видеть вдвоем как наказанные бежали рушан злой такой был быстро домой эти вместе рядышком до видел бок о бок бежали а так быстро от мою интонацию когда начинаю злиться да ты понимаешь как накосячил до этого тунглер вообще бывает включается нет тактик 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 так маякет нынче бы сюда она бы сейчас поиграла бы всему маятнику но тактик так вырисовывается картинка симпатичная да красиво очень даже ой пришел услышал пришел до максик молодец время уже 1 час ночи ездили мы к знакомым в гости такой вид ищем и нужно как найти заправку заправиться здесь говорят газа нету до 7 часов тупо а у них можно заправить газом до 7 7 часов 7 часов и до 9 что это можно заправиться 7 часов доверить до 9 вечера ты пошел на заправку вот я сижу здесь вот облизываюсь мартин да что делать не знаю где мы сейчас там проезжали там с лёшей можно туда поедем значит то мы сейчас опять на ростов сюда въезжаем на эту трассу еще как говорится один круг сделаем да круг почета называется а и Субтитры создавал DimaTorzok